Динь-динь-дюри-ринь-динь Парить урину Закапываем урину Если вдруг кто-то не верит Это самая настоящая урина Парить урину И вот закапывали урину значит Наваливаем Как-то там надо выдыхать, но я короче не умею Короче, нет, надо еще навалить В общем, не умею я это делать Выпускать в клубы пара Итак, ребята, сегодня у нас ответы на вопросы Прям такие ответы на вопросы Я с ним пень, мы урину не парим Потому что я не дебил Но некоторые люди парят Итак В группах, в которых я пощусь Прям такой ряд вопросов Ну, в общем так, вопросов было просто немало И я хочу ответить кратко Прям в этом ролике я буду действительно краток И постараюсь не размазывать мысль А то я так понимаю, что люди не улавливают смысл сказанного Если в этом сказанном менее, там, более семи слов И это, кстати, плохо То есть, если больше семи слов То все, смысл фразы По последним, видимо, строчкам И это, конечно, печалька Так вот, кратко отвечаю на вопросы Я во всем прав Я всегда был во всем прав Я прав во всем, вот, в своих постах И во всем том, что вам Отвечая под постами Всякое такое Вы просто не понимаете И понимать не хотите Ну вот, типичный пример Это у нас Мод за 8К И вот всратая фобия Вот, понимаете Ну, хорошо Ладно, раз все так привыкли Хотя, с другой стороны Только такие вот Сратые дрипули обозреваются Поэтому, видимо Такой стокгольмский синдром Ладно, просто я во всем прав И очень жаль, что вы Не вчитываетесь в те мысли Которые я пытаюсь донести до вас Поэтому я просто во всем прав И поэтому слушайте меня Потому что я толкаю дельные вещи И они не противоречивают То есть, да А, и самое главное Вы, блядь, заебали По поводу оригинальности продукта Дело, в общем-то, не в этом Но, вот, честное слово Я не буду утруждать себя И показывать там Какие-то коробочки Чертежи и чеки Доказывая там Оригинальность или неоригинальность Своих собственных девайсов Дело вообще не в этом То есть, мне не очень вообще понятно Как связана Оригинальность или неоригинальность То есть, это... Ну, что-то кнопка и больше не нажалась То есть, дело вообще не в этом Итак, вот Значит, я Специально, чтобы вы не сомневались В том, что я прав Потому что это именно И есть ответ на все вопросы Подобрал Такую маленькую подборочку роликов Потому что многие говорят, что Я плохо знаю рынок Да, я действительно В сортах говна не разбираюсь И действительно Мне тяжело потратить Большое количество времени Чтобы находить Какие-то российские фирмы Потому что это не моя проблема Это проблема людей, которые Торгуют этими девайсами Потому что реклама устроена так Что абсолютно непонятно Где и чего Это не моя проблема Это... Как бы... И это не должно быть проблемой Не знаю, зрителей Или типа того Это исключительно на совести Тех людей, которые занимаются Реализацией товара Понимаете? Вот Поэтому Да, есть российские девайсы Оказывается, там За 1700 рублей И они выглядят хуже клонов Ну, вот Все на этом тему закрыли И вот Значит, подборочка роликов О, я уж слишком быстро перелеснул Я думал Вы От удивления Многих только что стошнило Но Подборочка роликов Это моё Мой вам ответ По поводу рынка Мне кажется Это вы плохо знаете рынок И моя точка зрения На этот рынок Она вот такая Потому что вы Скуклились В каком-то своём Манимирке Вот в таком Крайникомформистском состоянии Из которого вам не хочется выходить То есть Вы не хотите Заниматься проблемами Вы, как и любые школьники Не хотите На эти проблемы смотреть Вам Лишь бы Вот От всего Абстрагироваться То есть Мы за всё хорошее Против всего плохого Вот так делать не надо Потому что Я достаточно взрослый человек И я вижу Что очень много Плохого здесь есть И с этим надо Что-то делать Вот у нас Ролики Бориса Цицулина Вот вы посмотрите Какой молодец Вот Ролики Бориса Цицулина Они вот Примерно В таком ключе Вот что здесь происходит Вейпинг Канцерогены Рак Риски Побочные эффекты Последние научные данные Безусловно Вот то Что тут происходит Это очень научно Я абсолютно В этом уверен Здесь Какое-то Мясо Какие-то Лёгкие Трахеи Я даже не знаю Это человеческие Или нет Мишка Видимо Чтобы канал Не удалили И Какая-то Преблуд Связано Не знаю Это выглядит На На пылесос Это безусловно Научный подход То есть Мы Получаем Граждан Которые Обслуживают Ну не граждан Вот обзорщиков Которые Обслуживают Желания большинства И выплывают На хэпи Веб Истерии Ну Большинству Хочется Зрелищ И хлеба Это Древнейшая Римская Значит Формула Хлеб И зрелищ Вот Соответственно Ради зрелищ Эти люди Готовы сделать Все что угодно Ну вот Давая Давая Публике Этого самого Хлеба И этих самых Зрелищ Вводя в заблуждение Рассказывая То что люди Хотят слышать Вот как Я не знаю Немоглики Которые рассказывают Про пришельцев И Там я не знаю И пирамиды И всякое такое То есть это Откровенный бред Ну тут 130 тысяч Просмотров И мы видим В одном В одном предложении Вейперы Канцерогены Рак и риск Ну вот Как вы думаете Почему Правительство Пытается там Какие-то акцизы Вести Почему по телевизору Постоянно про это Крутят И всякий Всякий бред Потому что Вы не занимаетесь Рынком Вы не занимаетесь Имиджем Вы не занимаетесь Вот такими Борисовыми Цуцулинами Которые набирают До хера просмотров И выкладывают В интернете Вот такую вот Дичь Которая собирает По 130 тысяч Просмотров Это много И которые Несут Какую-то Околесицу Пытаясь сравнить Никотин И вейп Прямо В одно целое Пытаются Это Сплавить Что у них Не получается Но они постоянно Это делают Вот Поэтому Да Безусловно Сигарета Сигарета Вот Ну И вейп В общем Это такие Родимые пятна Родимые пятна Но вейп Это новая формация Вот Я не знаю Табакокурение Или можно Это как-то Связать С табакокурением То есть Вместо того Чтобы красноречиво Рассказать о том Что там Китаец Превозмогая Проблемы Решил сделать Мир лучше Он не смог Изменить Не смог Изменить Судьбу Но он Был ученым И он смог Не знаю Изменить Образ жизни Многих людей Сделать там Что-то такое Чего не было До этого Ну что-то Типа того Короче И придумал Электронную сигарету Как антипод Сигарете Как Устройство Которое лишено Всех вредных примесей Связанных с Горением И всякого такого Вот Почему-то про это Все забывают И в одном ключе Вот как Борис Цицулин Значит через пылесос Наученным методом Выкуривают Или Не знаю Всасывают Я не знаю Что тут происходит Но по всей видимости Внутри пылесоса Находится Вот мясо И В него Внутрь пылесоса Всасывается Значит вот эта сигарета Это безусловно Научный способ Ну вот И понимание Вот в таком вот ключе Как это Ну это Это же вообще пипец То есть я все понимаю Но Почему-то мы не сравниваем Мотоцикл и лошадь Да Почему-то такого Ну вот Как-то не принято сравнить Мотоцикл и лошадь Да Там мощность в лошадях Измеряют Но как-то вот Там сидим Тут сидим Там рулим Тут рулим Там несемся вперед Тут несемся вперед Но мотоцикл Это про мотоцикл А лошадь Это про лошадь Да Все понимают Что там Родимое пятно Там машина Мотоцикл Это передвижение вперед Но что-то никто не носится С мыслью Там Что вреднее Лошадь или мотоцикл Ну на мой взгляд Вот по вейпингу То же самое И вы не занимаетесь Этим рынком И вот вас Что Несут в мир Такие молодцы Борис и Цицулины Которые Собирают в одном месте Все то Что хочет видеть Публика Вот абсолютно Вот это вот все И на хайпе Вейп истерии Зарабатывают просмотры Потому что Борис Цицулин Самый настоящий наркоман Смотрим Савельева Обязательно Про латентных Наркоманов И лентяев Которые Ради Очередной порции Наркотиков В мозгу Готовы сделать Все что угодно Вот Это вам все что угодно Ради просмотров Это называется Шкурничество В свое время В замечательных Рядах Наших партий За такое Увольняли Вот Шкурный Человек Который Ради 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 себя Старается А не ради Других Дальше Почему я бросил Вейп Здесь ролик Это просто Уникальный Ролик Это Вот 170 тысяч Просмотров 170 тысяч Просмотров 8 минут Борис Цицулин Рассказывает Про то Что Он целый год Парил Вейп Парил его С никотином Рассказывает Про то Как он Значит С утра Первым делом Принимал Никотин Через вейп Но он не рассказывает Это Он именно Рассказывает Про электронную Сигарету И Он не назвал Ролик Что случилось Со мной Через год Приема никотина За анальным Способом Он не Рассказывает Как я себя Чувствовал При приеме Никотина Путем Парения Через вейп Он Почему-то Не вводит Сравнение Как я чувствовал Себя Через год Приема никотина Через вейп И как я чувствую Себя Через год Приема никотина через Сигарету и как я чувствую себя Через год приема никотина Через жвачку Почему-то мы не сравниваем вред жвачки И вред сигареты Хотя жвачки, естественно, бывают Без никотина И бывают с никотином Это почему-то всем понятно Но вы понимаете, вот 176 тысяч человек Были введены в заблуждение И услышали то, что они хотели услышать Что Борис Цицулин Рассказывает про то, что вот значит Он бросил вейп Хотя почему-то он не бросил никотин Он мог бы бросить, например, вейп В никотиновую жижу Видимо он так, но правда он так это и сделал Бросил никотиновую жижу в вейп Зачем Борис Цицулин вообще начал парить Никотиновые жижи, если до этого не курил Дальше Борис рассказывает про то, что он выстроил мостик Через вейп к сигаретам Хотя Это просто чудовищная глупость Вместо того, чтобы рассказывать правду Как оно есть на самом деле Что Что Борису просто хотелось там Новый наркоты Легальный И он выбрал никотин А способом доставки выбрал Электронные ингаляторы Вот этот вейп Электронный Но И как вы думаете Вот в общественном сознании Почему это так вот Сплавилась электронная сигарета И вейп И вот И всяческие какие-то Я не знаю Доводы В пользу Табака Горения Вейп Никотин Пассивного парения Ну ясен пень Если вы парите жижку с никотином То люди вокруг тоже будут вдыхать никотин По-моему это любому дебилу понятно Ну видимо кроме Не знаю Кроме всех остальных Вот 176 тысяч просмотров 176 тысяч людей Были введены в заблуждение Сам Борис Он ни в одном глазу Не может Просто разъединить Никотин И вейпинг Для него это одно и то же То есть Это же просто чудовищно И Рассказывает про то Что он бросил вейп Потому что Не знаю Потому что он начал Упарываться никотином Это Я Ну это же чудовищно Устройство пищеварения и стула Они были до использования Электронных сигарет Но их частота Значительно увеличилась Ой я не знаю Что тут про стул Не хочу это знать Дальше Смотрим про Нашего замечательного Батарекина Который на протяжении Там Я уж не знаю Восьми лет Рассказывает нам Про то Как ему обидно Задержаву Обидно Про школьников Рассказывает про то Что он Многое сделал И они Постоянно Собираются И обсуждают Тему вейпинга И школьников Я правда не знаю Кто они Где они Собираются И где все это Выкладывается Потому что Борис Цицумин Действительно Много делает Для вейпинга Много Много негативного Делает Для этого Выкладывая Свои вот эти Чудовищные ролики О вреде Протеина О вреде Химии О вреде Вейпинга И всякая Такура То есть Ну Мне кажется Батарикин Себя переоценивает Потому что Чтобы делать Хорошо рынку Надо Как ни странно Делать Ролики И Абстрагироваться Вот от этих Родовых пятен И Уже Соглашаться с тем Что вейпинг Это новая формация Потому что Либо он сейчас Уже умрет Этот вейпинг Судя по всему Либо Нужно Перестраиваться И Не надо Перестраиваться То есть Уже Давно-давно Надо принять Что это новая формация Сигареты в одном месте Вейпинг в другом Все извините А никотин Ну Никотин это такая штука Которую вы в жвачке Можете пожевать Хотите капать Капайте Не хотите Не капайте Все И отдать правительству Акцизом Никотин Иначе у вас вообще Ничего не будет Но смотрим Что там про батарейки Но поверьте мне Поверьте мне Что Школьник И 18-летний И 19-летний Пацан С мехмодом в руках Он ничем особо Не отличается Поэтому Вот эта граница 18 лет Она не дает Абсолютно безопасности И гарантии в том Что завтра Не рванет 19-летний Замечательная Точка зрения Просто Превосходная Вейпинг И безопасность Вот А таких тем Также надо Абстрагироваться Ну на мой взгляд Потому что С таким же успехом Можно начать Обозревать Безопасность Розеток Безопасность Компьютера Безопасность Там я не знаю Автомобили Безопасность Чего угодно То есть постоянно У нас что-то горит Где-то постоянно Пожарники что-то тушат Газ постоянно Взрывается Нужно на газовые Плитки дома Видимо Поставить ярлык 18 плюс И детей К ним не пускать К всевозможным Электронным плиткам Вообще Ко всему Что есть вокруг Даже по дороге Запретить 18-летним Школьникам Ходить Потому что Они не знаю Могут там Подскользнуться Упасть Вот недавно Был случай Как Ангелос Убился Представляете Подскользнулся Упал И ударился Головой Хотя он уже Был не школьником Ну то есть Ну Батарейкин Как обычно Есть ролики Про то Как батарейки Он даже затраливает Потому что Батарейкин До хера Просмотров Дальше мы видим До хера Елда Девайсов И например Я на работе Не могу объяснить Что Вот В этой штуке Не нужен Мунштук Что Вместо Мунштука Тут три пуля Люди Меня не понимают Потому что Они насмотрелись Батарейки На которые 8 лет подряд Вот эти вот Мунштуки Значит Засасывал И 8 лет подряд Рассказывал Как это Замечательно Вот Ролики Опять же 2014 Год Как приготовить Вкусный Микрокойл Здесь мы видим Один виток В котором Я даже не знаю Сколько там То есть Одну спираль В которой По ходу дела Миллиард витков Тут если посчитать Тут наверное 20 витков Я не знаю Какое тут сопротивление Наверное большое Ватку мы видим Точно такая же Вот обычная Из аптеки Вот Вот это Вкусный Микрокойл Чтобы вы понимали Потому что Вы рассказываете Опять же Мне В пример Вы даете Фразы Что я плохо Знаю рынок Я отлично Знаю рынок Рынок На большую На 60% Состоит из таких Как батарейкин И цуцулин Понимаете Вот Микрокойл Вот Вот это Вот Миллиарда Витковая херня Вот это Вкусный Микрокойл Дни 5-7 Она начинает Темнеть Так же Как Ну то есть Нагар на ней Собирается Так же Как и на Кремнезюм На кремнезюм Мы можем Просто прожечь А здесь Нам надо Поменять Полностью Полностью Ватку То есть Мы ее Представили Что она черная Замечательный ролик Замечательный ролик Вот еще один Кайфун 4 Мои первые впечатления В интернетах Мне рассказывают Что кайфун В каком-то там Полном обвесе Стоит Кучу денег Я вот Не знаю Вот это вот Елда херня Стоит кучу денег Просто превосходно Вот Вред парения 2 ЖКТ Не знаю ЖКТ Что это такое 2016 год Давайте Внимательно Сейчас послушаем О том Что нам Рассказывает Батарейкин 3 бака В день Самочувствие Нормальное Если я выпариваю 6 баков В день То Ну скажем так Некоторые Некоторые Дискомфорт Я в себе Ощущаю С учетом Того Что там Я не знаю В бак Там сколько Там 5 миллилитров 3 миллилитра 6 баков В день Это Это вот Получается Так Сколько В этой баночке Миллилитров 60 Это пол Вот этой банки В день Я думаю Если я выпарив Пол вот этой банки А это нулевка То У меня комната Во-первых Она никотином покроется Ой Она покроется Глицерином И будет скользко 6 баков В день И у него Самочувствие Херовое Вот о чем он говорит Он говорит о том Что у него Жижа с никотином Или о чем У него там Троечка Там двоечка Сколько у него Есть у него там Никотин Или нет Вообще Вред парения Сколько просмотров 433 тысячи Это к вопросу О рынке Вот этот человек Его посмотрело Полмиллиона А он Выдаёт Необъективную Какую-то Абсолютно Бредовую Информацию Которую даже Не может По-нормальному Структурировать Не может рассказать Ни про никотин Ни обо всем Остальном Три бака в день Три бака в день Это сколько Миллилитров Но в любом случае Это много Миллилитров То есть Это настолько много Что Что я Я хер его знаю Это как такое Может быть вообще При том Что у меня Три пули Я не могу Выпарить Столько Столько Миллилитров Я Как это Как это вообще Блять Возможно И у него Херовое самочувствие Видимо От того Что ему приходится Дышать слишком часто Поэтому смотрите За собой Потому что Кроме вас Это никто не определит Сколько Миллилитров Жидкости Вы Выпариваете В день И какой крепости И последний пункт И все И какой крепости Все Вот отличный пункт Замечательно Замечательно Вот у нас Вред парения Испарители Для новойчка Как приготовить Вкусный Микрокойл Это все Видосы Которым По 4 года И у них Вот Один миллион Просмотров У ролика Про вред парения В котором Вот информация Вот такого уровня Который мы увидели Сейчас будет вкусно Значит Вы говорите Про то Что я плохо знаю Говнодевайсы Российского Производства Про то Что видимо Рынку Очень полезно Сравнение Его С табачными Изделиями Что видимо Приравнивание Вот это электронного Девайса К сигаретам Это прям Изи вин То есть Именно так Именно надо и делать Возможно Кто-то хотел На хайпе Табачной продукции И Ну поскольку Табачная продукция Уже распиарена Значит мы Скажем Что вот это Одно и то же И оно будет Тоже распиарено Но к сожалению Это так не работает И вместо этого Просто Перетянули на себя Одеяло Табачных Проблем 2013 год И вот Наш батарейкин Которому Сейчас Обидно За школьников Который Топит Там Задевайся И прочее Там Сейчас Внимательно Слушаем Курильщик На целый день Зарядом Вот Если же Человек Действительно Курит Много Часто Получает От этого Удовольствие Не хочет С этим Завязывать То Ему Нужен Обязательно Мод Электронной Сигареты Здесь Большая Батарейка Ну в данном Случа Это Джойтек Курильщик Ребята Он Называет Это Куривом И Во всю В старых Видосах Говорил Про Накуривание И Вот Этот Вот Самый Батарейкин Который Собирался Стать Лицом Вейпинга В России В 2013 Году Без Зазрения Совести Без Полного Понимания Того Что Это Разные Вещи Говорил О том Что Это Курение Что Человек Накуривается Что Курильщику Нужен Хороший Аккумулятор Хотя Курильщику Нужна Хорошая Сигарета Довольствие Не хочет С этим Завязывать То Ему Нужен Обязательно Мод Электронный Сигарет В день Если Это Мужчина И он Выкуривает Около Пачки В день То Формфактор Будет Вот такой Похожий На сигару Здесь Ёмкие Аккумуляторы И Они Обеспечат Курильщика На целый День Зарядом Вот Если Человек Действительно Курит Много Час И Это Все Сказано В одном Предложении Курильщику Нужна Вот Эта Сигарета Электронная Чтобы Ее Курить Замечательно Что Будет Если Вейпить Вот Мы Видим 300 Тысяч Просмотров И На Одном Сигарета На Другой Руки Вейпинг Великолепно Ну вот Замечательные Ролики Я буду Парить Свою Урину И Сейчас Я Предлагаю Высвободить Наруши Ну что Погнали Жидкость Готова Я предлагаю Чуть Напоснуть Вот Таким Обровым Оп Всем привет С вами Сны Отлично Дальше Убирающий Вейпинг На Всего Того Что Сейчас Происходит Наверное Можно Предположить Что Вейпинг Постепенно Умирает Да Не 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 Вейпинг Развивается Я буду Парить Свою Урину Безусловно Развивается Ну и Дальше По поводу Школьников Ну Вот Замечательный Ролик Что мы сделали Дайте Попить Да Попей Я не помню Ничего Мне Это плохо Сейчас Будет Не понимаю Что мы Натворили Да Что Все нормально Не переживай Нахуй Ты за руль Сел Тихо Ты что творишь Это все спокойно Я за руль сел Ты за руль сел Урод ебаный Я тебя ебала Сейчас разобью Так Да не знаю Ну Собственно Почему-то нет у нас роликов Про вред автомобиля И Школьников И всякое такое Всякое такое Вейпинг с точки зрения науки Но Научные исследования Здесь говорят Что Никакого Значительного Терапевтического Эффекта Нет И Эффективность Вейпинга В бросании Курения Сравнима С никотиновым Пластырем Но Кроме того Научные исследования Показали Что Вейпинг Может снижать Последствия От синдрома Отмены И Также Независимо От количества Никотина В жидкости Вейпинг Вызывает Снижение Количества Выкуриваемых Сигарет То есть Вы можете Уменьшить Количество Сигарет Но Полностью Бросить Курить С помощью Вейпинга У вас Не получится И Вот это На мой взгляд Ну В общем На этом Мы И остановимся Потому что Я обещал Быть кратким То есть Люди Пытаются Преподнести Некий Вейпинг Как что-то Осязаемое Что можно Пощупать И что Вейпинг Видимо Как-то Сам по себе Есть И он Этот некий Вейпинг Чему-то Способствует Что Может Помочь Бросить Курить Как В случае Цицулина Вейпинг Наоборот Проложил ему Дорожку К никотину Вейпинг Помогает Выкуривать Меньше Сигарет Там У него Там Какой-то Фактор Есть Значит Замечательный Чтобы Фактор Отмены И При этом Вот этот Замечательный Человек У которого Сколько У нас Там Вейпинг И наука С точки Зрения Науки 32 тысяч Просмотров Ну тоже Немного Но Достаточно То есть Вместо Того Чтобы Рассказать Что Вейпинг Занимаются В первую Очередь Люди И люди Сами Решают Для себя Что Они Будут Делать И Как Они Это Будут Делать И Дальше С этой Точки С правильной Точки Зрения Решать Что Вы Можете Принимать Никотин Разными Способами Пластырь Вейпинг Там Или Или Например Не Принимать Его Вообще И Рассказывает То Что Знаете Кто-то Там Бросил Курить Благодаря Начав Заниматься Спортом Знаете Сколько У меня Знакомых Которые Бросили Курить Благодаря Религии Это Дело Каждого Человека Возможно Кому-то Нужно Бросить Курить И Ему Нужен Фактор Замены Вот Фактором Замены В данном Случа Да Может Стать Электронная Сигарета Может Стать Какое-то Другое Хобби Что Угодно Понимаете В чем Дело Как Люди Вот Сравнивая Вейпинг Как-то Вот Вот Так Не Разделяют Его Что Есть Никотин А Есть Жижи Без Никотина Что Есть Сигарета А Есть Вроде Как Люди Которые Курят И Сами Виноваты В том Что Они Все Это Делают Потому Что Их Никто Не Заставлял Что Есть Какие-то Взрывающиеся Моды А Есть Вейпинг Страшный И Опасный На котором Не Повесили Табличку 18 Плюс Видимо Виноват Весь Неосязаемый Вейпинг Это Чудовищная Тупость Чудовищная Глупость Подмена Понятий Уравнивания Просто Перетасовка И вообще Просто Слов у меня нет Кроме Матерных Чтобы Все это Описать Потому Что Каждый Человек Сам Виноват В своих Действиях Каждый Человек Сам Решает Что Ему Делать И Каждый Человек Вправе Накручивать Фобию На Мехмод За Десятку Это Выбор Каждого Человека Принимать Никотин Зональным Способом Через Электронную Сигарету Или Принимать Никотин Электронный Девайс Извините Меня Сказал Сигарету Вот Вот Видите 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 Результат Я посмотрел Этих Идиотов Которые Сигарету Ставят В один Ряд С Вейпингом И вообще Никак Не хотят Их Развлечать Все Вот оно Действие На мозг Только что Оно Произошло Все Электронная Сигарета Само собой Вырвалась Электронная Сигарета Я сказал Сигарета Главное Слово Тут Сигарета Оно Стоит Последним Оно Главное Вот 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 Вам Результат Вот Рассказывайте Мне про Рынок И про Дешевые Девайсы Рыночного Производства Российского Поэтому На Вот этот Некий Вейпинг У нас Некий Осязаемый Конечно же Вейпинг Который Такой Он Видимо Где-то Есть Вейпингу Наверняка Можно Письмо На Новый Год Написать Там Дорогой Вейпинг Не убивай Меня Никотином Типа Того То есть Это Дело Каждого Это Дело Каждого И Давно Уже Пора Как бы Признать Да Вейпинг Там Ну Да Он Как-то Видимо Из сигарет Он и Произошел Хотя На мой Взгляд Вейпинг Произошел Из ингаляторов И По факту Вообще Это Является Эволюцией Ингалятора Как Не странно И Вообще По факту Это Является Эволюцией Пылесоса Который Там В 25 Году Кто-то Придумал Для Избавления Кресел От Негативного Запаха Но Нужно Строить Новую Формацию Новая Формация Основана На Хорошем Время Препровождения Вот В этом Паре Что Это Прикольно Так Весело Что Вокруг Попарится Все В том Что Ты можешь Туда Подлить Никотин И получить Некие Бонусы Там В виде Учащенного Сердцебиения И Некого Стимулятора Пока еще Никотин Не признали Легальным Наркотиком Или признали Или Как он Что Ты можешь Не Применять Туда Никотин Как то Вот Как то Так Вот Пока что Ничего Этого Не происходит Пока что Какие то Батарейки Рассказывают О том Что Они Очень Много Делают И Всякие Там Другие Люди Рассказывают О том Что Они Много Чего Делают Но Что Они Делают Непонятно Потому Что Я Лично Захожу В интернет И вижу Вот Таких Непонятных Дятлов Типа Батарейки На Вред Парение И Вейпинг И Сигарета Где Везде Вейпинг Рисуют Вместе С сигаретой И Ясен Пень Что Когда Видишь Ролик Про То Как Чувак Засовывает Легкие В пылесос И Там Пытается Накурить Легкие А потом Накурить Их Паром Надымить Напарить Их Паром И Посмотреть Как-то Так Как-то Так Я прав Во всем В этом Проблема Я прав Во всем А вы Нет